Значит, меня зовут Максим Цыпков, я совсем не Владислав Бахов, как был напечатан в программах, потому что в программу по ошибке поставили доклад Бахова два раза. Он был вчера, и если кто до сих пор надеется узнать про непрерывную интеграцию баз данных, то я могу об этом рассказать, но потом, потому что у нас она тоже есть, и как она устроена, я там представляю. А этот доклад будет об архитектуре, потому что в том числе я главный архитектор фирмы Хастес, но я не буду рассказывать о том, какая архитектура правильная, какая неправильная. Я буду рассказывать о тех средствах, которые помогают нам делать архитектуру и эффективно с ней работать. Особенно вот в джайл-процессе. О, тут же надо еще кнопки жать. Вот. А тут тоже где-то есть тайная кнопка в включении. Значит, собственно, про архитектуру. Как вчера говорили, архитектура, это очень важно, она должна обеспечивать, в том числе, чтобы программный продукт развивался и не рухнул под тяжестью сопровождения собственного кода за много лет развития. И это обеспечение ценностности, возможность итеративного развития. Особенно важно при джайл-разработке, при итеративной разработке. И особенно важно, оно, в общем, важно было всегда, потому что для проектов, которые развиваются. Это важно для нашей фирмы. Особенно мы занимаемся заказной разработкой проектов, которые, будучи внедренными, потом развиваются 7-10 лет, живут. Пока, наконец, технологический степ не меняется настолько, что их вот пора переписывать, перенося на новые платформы. Проблема эта старая. Она возникла до джайла и даже до водопада. Но водопад пытался ее решить за счет того, что вот на начальных этапах, тут интересно, есть лазерная вытаска? Нет, не важно. Значит, относил проектирование на начало, требовал сбора по возможности всех сведений, после чего гуру-архитекторы теоретически, имея, во всяком случае, входные данные, могли это сделать. Ну, а не сделали, значит, выгоните их, возьмите следующих. И опять все по новой. Вообще говоря, итеративная разработка начиналась именно с разработки первых инсталляциях. А этап проектирования как-то несколько опустили. И, по сути, оставили до разработки, возложив на заказчика. Сказав, что он должен сделать Product Backlog, а там должны быть истории такие, чтобы программист их взял и сделал. Причем в любом порядке, ну или почти в любом, приоритизированном. Вот. В этом смысле тот, кто делал Product Backlog, должен был там задуматься и это дело представить. Вот. При этом, вообще говоря, да, гибкость сильно теряется. Вот. Ну, хотя скрывается. А на самом деле нам нужна вот такая конструкция. Когда у нас есть Vision, который делается быстро, так что это можно без всякой натяжки назвать первой итерацией или там этапом подготовки проекта. А дальше запускаются два конвейера. Один конвейер проектирует систему, а второй итеративно. А второй этот конвейер столь же итеративно ее реализует. При этом это могут быть две команды, я на самом деле знаю фирмы, которые так работают. А может быть одна команда, как работаем мы. И там в спринте есть задачи, которые, ну, постановочные, которые доводят постановки до уровня, что задачу можно оценивать. Разваливают ее на эти эпики на юзер-стори, декомпозируют и так далее. Вот. А параллельная задача разработчики. Занимается этим одна команда. Это, ну, вот. Это по-разному с точки зрения организации процесса, но суть проектирования не меняет. Важный вопрос, как, собственно, это сделать, что может быть основой архитектуры при таком подходе. Подход был, на самом деле, опять же, решение есть старое. Это разработка архитектуры на основе модели. Он вот живет. И наиболее концентрированная и современная версия этого старого подхода – это домен Дривен Дизайн. Который, кстати, во многих статьях, в том числе не от доморощенных переводчиков, а, например, от Микрософта, так и переводится на русский, как проектирование на основе модели предметной области. Вот. Значит, ну, он уже стал классикой. По нему есть книжка Эванса, книжка Джимми Нильсона. И книжка Эванса, она концептуальная. А книжка Джимми Нильсона, там и концепции, которые заложены в основу, и практики, как он это мыслит, как это применяется. Джимми Нильсон там, он больше сосредотачивается на практиках. Интересно, что Джимми Нильсона перевели и издали. Но вот появлялись они, естественно, в таком порядке. Сначала Эванс написал концептуальную книжку, потом Нильсон ее прочитал, проникся. И вот, активно поиспользовал. По результатам написал свою книжку. Он об этом явно пишет. А переводилось и издавалось оно наоборот. Причем с разрывом в несколько лет. А книжку Эванса написали, перевели только в прошлом году. Ну, наверное, считалось, что для обычных кодеров концепции все равно не поймут. А те, кто поймут, прочтут в оригинале. Но, тем не менее. Значит, помимо книжек, которые я вот особенно Эванса всячески рекомендую, У меня тут есть ссылка. Андрей Бибичев проводил, делал несколько докладов по ДДД и тренингов. И вот тут по ссылке лежат материалы, ссылки, слайды и видеозапись. И вот тут нервного тренинга на эту тему. Вот. Ну и у него на сайте тоже, я думаю, есть эта ссылка. Вот. Значит, что предлагает ДДД? Именно на концептуальном уровне. Значит, первое, это архитектура на основе модели предметной области. При этом обеспечивается некоторая концептуальная целостность, которая вот воплощается в этой самой модели. Дальше, саму модель предлагается строить итеративно, достраивая по необходимости. При этом, что важное требование, что модель должна формировать единый язык. Ее должны понимать и представители заказчика, и разработчики. Ну, в идеале вообще все. И вообще говоря, между собой они должны общаться на этом языке. Концептуально это хорошо. Дальше возникает вопрос, как строить. Тут Эванс говорит, что есть, в общем-то, известный метод, хорошо себя зарекомендовавший, и появившийся то, д-д-д. Это объектно-ориентированный подход. Когда мы строим объектную модель, потихоньку ее достраивая, опять же, эта итеративность применяли давно. И, что хорошо, это понятный всем IT-специалистам механизм. По тем же самым классам, которые у нас появляются, мы можем оценивать объем изменений относительно хорошо, что важно для итераций, для оценки сроков и так далее. Заметим, кстати, что по мере того, как мы строим модель и воплощаем ее в железе, она из модели предметной области становится моделью нашего программного продукта. То есть, когда мы... Заказчик, например, заказчик нам рассказал, что клиент получает, ну, делает заказ, потом ему выставляется счет, потом, ну, когда он оплатил, ему товар отгружается, и с ним едет накладная. Мы подумали, увидели, что это документ с одним и тем же наполнением, назвали его заказом и нарисовали соответствующий класс. Заказ. Вот. А все остальное, типа, сказали, ну, надо, мы напечатаем там кучу печатных форм. Таким образом, у нас вот в нашей модели предметной области нет трех сущностей, трех классов, а есть всего один в реализации. И дальше клиент, ну, это запомнит. То есть, на самом деле, вот модель, она, конечно, предметная в области, но она уже стала моделью нашей программы. Она из предметной области, у нее растут ноги, корни. Вот. И это важно, это надо понимать. Значит, понятно, что бывает, когда ООП не хватает, не все задачи хорошо решаются. И тогда Эванс предлагает искать способы дополнения, какие-нибудь. Собственно, почему объектной модели может не хватать? Есть две больших группы причин. Первое, связанных с требуемыми свойствами. Первое, это недостаток взаимопонимания. Во-первых, не все заказчики умеют мыслить в абстрактных методах, классах и их свойствах. Для программиста, особенно прилично проработавшего с опытом, нарисовать диаграмму классов, это очень большой этап проектирования. Он после рисования, ну что, берет и кодирует, и он представляет, что будет после кодирования. А вот заказчик достаточно часто лишен такого воображения, особенно конечный пользователь. Кроме того, там может быть просто необъектная предметная область. Например, какие-то сложные финансовые показатели. Это не объекты. Значит, конечно, мы их реализуем в объектных языках, но о их сути это ничего не скажет. Значит, и вторая причина, что объектной модели недостаточно для целостной картины. Потому что вот в диаграмме классов, которая ее представляет, такие вещи, как поведенческие аспекты, например, представлены только методами. И ничего не говорится о каких-то свойствах этих методов. Аналогично какие-то потоки. Если вот вы моделируете, ну там, трубопроводы, где текут трубы. Вот. Значит, собственно, и вот это связные вещи. Нехватки для общения, нехватки выразительных средств. И в этом случае объектную модель надо дополнять. Общих решений нет, надо искать. Для этого, соответственно, надо понять, как искать. Должны сохраниться все концептуальные преимущества. Возможность итеративного программирования, единый язык, цельный и компактный взгляд на систему. Общего решения на тему, как дополнять, мы не знаем. Вот. И никто не знает. Но вот в этом докладе я поделюсь тем, как это делаем мы в наших областях. Может быть, это будет полезным. Ну и натолкню. Что-то вы можете поиспользовать, если это работаете в схожей области, а что-то просто послужит источником для размышлений. Итак, первое, что мы делаем, стараемся сделать, это мы ищем метафору системы. В общем-то, опять же, это не наша практика, это из XP. Правда, это такая наименее распиаренная практика. Фаулер даже в одной статье из своих статей написал, что метафора – это единственная практика XP, которую он не понимает. Вот. Собственно, кстати, вот есть те, кто пользуется метафорой? Ну вот. Никто не понимает, надо объяснить. Да. Вот. Значит, на самом деле, метафора – это некоторая лаконичная концепция, которая многое говорит о системе, и для которой, как правило, придуман визуальный образ. Мы можем сказать, что мы работаем с документами примерно как на рабочем столе, или как в картотеке с папками. То есть вот на самом деле файловая система папок, она родилась из метафоры этого, книжного шкафа и папок там. И вот таких метафор, ну, в конечных элементах достаточно много. Она должна давать достаточно такое цельное представление, быть понятной, особенно заказчикам, не должна вызывать в него отторжение. Вот. Но вот сложность с метафорой, что действительно ее надо искать для каждого проекта отдельно. Общих рецептов, опять-таки, нет. Есть только разные способы. Я вот... Ну вот в одном из проектов, где товарный запас делился, и вот, ну, основное назначение было разное деление товарного запаса, мы с самого начала начали рисовать такие вот картинки с двумя видами овальчиков и таких вот сегментированных кругов и стрелочки между ними в разных вариант... для разных вариантов процессов это прижилось, это было понятно. На этом деле обсуждалось с заказчиком, как у них, что у них надо и так далее. При этом вот образ, он очень простой. Но многое дает. Значит, можно идти от бизнес-процессов, рисовать какие-то такие комплексные схемки в свободной и смешанной нотации, которые вот, ну, в данном случае были нарисованы для системы снабжения магазинов. Заметим, что вот на этих схемках видно, что много надписей и много деталей. И это важно. То есть метафора должна давать цельное представление о системе. Для этого вы должны уметь на ней уместно нарисовать все подробности, но при этом так, чтобы вот цельные картины, они не заслоняли. Вот. Вот эта вот несоразмерность элементов, она тоже важная и интересная. Ну, или вот может быть какая-то какой-то совершенно оригинальный образ, который у нас родился при проектировании системы, которая должна показывать данные из многих других систем, сводить их в такую интегрированную витрину для определенных категорий пользователей. При этом вот, несмотря на такой сложный визуальный ряд, он родился на доске. Вот тут его первый вариант, нарисованный, причем как там вон видны черные буквы, это обратная сторона флипчатной бумаги. Оно просвечивает. В самом деле вот очень эффективный способ это рисовать на доске или на флипчате, потом фоткать и прикладывать в материалы проекта. Понятно, что я эту фотографию не сохранял, я ее вот просто нашел в архиве. Вот. А потом оно развелось вот в такую достаточно сложную конструкцию, которую рисовали во многих разных вариантах и снабжали дополнительными элементами, типа лупы, или вот здесь вот какие-то диаграммки внутри. Вот. И которая показывала, как работает система. И несмотря на сложность, именно в этих терминах мы согласовывали постановку с конечными заказчиками, с бухгалтерами, сильно далекими от IT. Собственно, вот поэтому тут, ну, это не империально, это надо думать. Метафора это, конечно, хорошо, но поскольку это не распиаренная практика, в отличие от скрама, то для некоторых заказчиков может быть важно научное объяснение, что это такое. И тут можно обратиться к системной инженерии, которая, причем занимается не только программированием, ну, а, проектированием программных систем, а вообще проектированием сложных технических систем, любых. Она учит, что сложную систему надо понимать через проекции в разных областях. Визуальные метафоры это вот точно проекция. Чем она отличается? Она отличается тем, что точка зрения для этой проекции специально подобрана такая, которая хорошо выражает суть системы. И поэтому она разная, потому что все проекты разные. И для каждого вот точку зрения надо найти. Ну, во всяком случае, эти умные слова можно сказать заказчику, и они поверят, что это круто. те, которые верят в лейблы, в научные лейблы, наклеиваемые над технологиями. Вот. Значит, итак, метафора это первое, она, значит, поиск начинается с вижена, и вот, если она удачно найдена, она сильно помогает жизни. Потом. Она вот живет вместе с системой. А что дальше? Ее, для сложных систем ее одной недостаточно. Дальше надо делать стандартные проекции, которые нужны для, собственно, реализации. Их уже не надо придумывать, надо использовать мировой опыт. И вот мы используем три основных. Это диаграммы классов для представления объектной модели, потому что объекты никуда не деваются. Диаграмма учета. Мы делаем учетные системы, и вот там пришлось придумать свои диаграммы. И диаграмма состояний. Документы, как правило, обладают состояниями, и это важная часть. О них я и расскажу относительно кратко, или не очень кратко, как получится. Значит, первое это объектная модель. она начинается на этапе проектирования начального, где она рисуется достаточно в крупном, показывая только основные классы, основные атрибуты. И важно, чтобы заказчик ее тоже читал. А для этого он должен увидеть там знакомые ему названия бизнес объекта в предметной области. Что с точки зрения методологии означает использование rich-domain модел. Вот. Значит, обеспечивая единый язык. Важное дополнение. Вместо стандартной WML группировки объектов в пакеты лучше использовать цветовые выделения классов. Это гораздо более наглядно и не сковывает нас в расположении диаграммы. Значит, изначально она проектируется, как я сказал, в крупном, а потом уже по коду итеративной разработки мы ее дополняем, уточняем иерархию типов, определяем атрибуты, методы и так далее. Вот. При этом иногда она меняется. Естественно. Именно потому, что нельзя предусмотреть сначала. Мы там скелет придумали, накидали. Значит, изменения, они бывают такие не страшные, типа добавляются атрибуты, методы, не вопрос. Но может меняться структура. Это сложнее. Но тем не менее оно тоже решаемо. Мы знаем, что есть, куда оно должно перейти. И, в общем, рефакторинг это обычные подходы рефакторинга. Когда мы какой-то набор атрибутов выделили в отдельный класс, или наоборот, или ссылку заменили промежуточным классом, реализующим связь ко многим, потому что бывает. Это прочее. а то, что мы видим на общей диаграмме основной класса, оно придает процессу наглядность, в общем-то, снижая объем рефакторинга. И очень важно, не надо усложнять диаграмму, потому что когда вы начинаете реализацию, там, естественно, все это дело обрастает кучей вспомогательных технических классов, кучей технических атрибутов, тех же фискальных, кто создал, кто изменил, когда, зачем это вот все ведется, это, естественно, есть в объектах, в классах, в реализации, но вот для высокоуровневой диаграммы это лишнее, это превращает ее в нечитаемый конгломерат. Вот. Соответственно, важно держать рамку, при которой диаграмму понимают заказчики. У этого есть жертва, нельзя пользоваться кейс-средством, которое эти самые диаграммы строят напрямую походу и сравнивать. Приходится их держать как картинки. Но вот, к сожалению, с кейс-средством диаграмму не понимают заказчики и более того, все теряется в подробностях. И поэтому жертву неизбежна. Это жертва в раму, в понятность. То есть без этой жертвы диаграмму вы теряете смысл. Вторая проекция это учетная модель. Она специфична для нас, потому что мы занимаемся учетными системами. Но вообще учетными системами занимаются много народу. Правда, и вот эта система, у которых учет, это существенная часть назначения системы. Но почему-то учет оказался за рамками ОМЛ и вообще за рамками таких вот шаблонов наглядного представления разработки. Все, что мы могли найти в мировом опыте по этому поводу, это вот статья Фаулера шаблоны, тут в презентации ссылка, но там просто как это реализовать в объектной модели. Это не то, что интересно заказчик. Его интересует не реализация, а назначение учета. Поэтому нам пришлось придумать тут свое. Собственно, причем, ну, относительно просто. То есть agile принцип это простота, не усложнение. Что такое учет? Вообще говоря, это отражение потоков реального мира. Товаров, денег, еще чего-то. Их можно увидеть или как минимум представить. Вот. И, собственно, учет в большинстве систем это фиксация там количества остатков на складе, на счетах, то есть или количества на карандаш. Так, с экраном? Смотрите, там тоже второе. Да. Сейчас мы... Так, вот, хорошо, наверное. Да, вот, соответственно, а бухгалтерия это только часть учета, причем она-то вот от практики, от реальных потоков. Часто находится весьма далеко, залезя в свои эти правила, которые имеют цель искать нарушения и снимать налоги. Вот, поэтому, когда вы строите собственно учет, надо эти самые потоки и показывать. Вот, примерно так. из счетов, проводок, которые отражают счета отражают места, где у нас есть ресурсы, а проводки и их перемещение. И, собственно, больше ничего нет. Значит, о диаграммах учета я рассказывал на двух конференциях. Эти доклады выложены, ну, то есть, презентации выложены все. На ЛАФе есть видеовариант, а на секре, на банковской секции секр требовал статью, статья есть, доклад, видео нет. Вот, но, во всяком случае, учет у нас тоже, как и диаграмма классов, поскольку это для заказчика костяк системы, появляется в самом начале, а потом изменяется, живет своей жизнью. И это нормально, это тоже аналогично всему остальному, как оно происходит. При этом диаграмма остается целостной, показывает его изменения. Собственно, основное назначение диаграммы это представить их в виде понятным и разработчикам, и заказчикам. Снять мистический этот самый налет, из-за которого разработчики предпочитают реализовывать какие-то общие штучки для настройки, говоря, что а потом будет бухгалтер настроить как хочет. Вот. Они превращают учет в мощный инструмент проектирования, в инструмент архитектуры. И вообще говоря, мы таким образом контролируем учет, можем достаточно хорошо менять документы, добавлять новые типы документов, не бояться того, что в результате этого в системе рассыпется то, ради чего она создается, вот, учетная часть. Ну, и третье. Это связь. Если у нас есть учет и есть документы, то должна быть их связь. И связь реализуется, мы реализуем через состояние документов. это третий вид диаграмм. Значит, что у нас тут со временем? Так, 10 минут примерно. Окей, значит, соответственно, учет у нас следует из документов. С точки зрения бизнеса, есть единый журнал хозяйственных операций, это у них называется так, которые возникают при обработке и проведении документа. Типа отгружено, отгружен заказ, значит, возникла операция отгрузка, и товар уехал из системы. Или продан. Вот. А с точки зрения реализации, вот, есть, источником учета являются учетные события, которые возникают в методах документов. вспоминая, что модель должна быть единой и отражать эту ситуацию, понимаем, что эти самые учетные события и есть хозяйственные операции. Вот. Соответственно, для документов применяется шаблон State Entity. У документа есть состояние, которое меняется через методы и на этих самых методах возникают учетные события. И на состоянии вешается достаточно большая нагрузка. И в документ обороте, текущий этап обработки документа, и отражение в учете, и ответственность, и права, и вот, оно интенсулирует сложность документа оборота. Значит, ну, если есть переходы состояний, то сам собой возникает State Machine Diagram, диаграмма переходов, где узлы состояния, а ребра и методы. И называется все это на диаграмме в терминах бизнеса, а не в терминах программного кода. Мы по-прежнему называем классы и методы по-английски, хотя, конечно, сейчас Visual Studio позволяет это делать по-русски, вот, но вот как-то пока мы не приходим к русскому именованию. Может быть, это гнилой консерватизм, но, вот, тем не менее. Значит, соответственно, у нас получилась единая модель системы с четырьмя проекциями. Метафоры системы, которые отражают ее суть, диаграммой классов, со структурой объектов, методов, диаграммой учета, отражающей учет, и диаграммой состояний, показывающей связь. Причем, вот, если вернуться, я не сказал, к итерациям, да, связь всего этого, она на диаграммах видна. Почему? Потому что она осуществует, ну, вот, методы, которые осуществляют переходы, они есть на диаграммах классов, как методы, они не есть, естественно, на диаграммах состояний, тоже как методы, ну, как название переходов, и они есть на диаграмме учетов, подписаны на проводках. Таким образом, в этой вот проекции, ну, есть целостность этой самой модели в формальных частях, и это тоже существенно, что вот эти диаграммы, они не сами по себе, они связаны с реальным миром, они связаны между собой, и они соответствуют реальным объектам в реализации, их методам, их вот конкретным свойствам, видны программистам. А разрабатывается все итеративно. Сначала диаграмма классов и учета в крупном, а потом на итерациях идут уточнения, прорабатываются сегменты этих диаграмм, относящиеся к той области, которую мы проектируем, и вот диаграмма состояния, они тоже появляются позднее. То есть мы, конечно, подразумеваем, что любой документ он сначала черновик, потом или исполнен, или отменен, но вот все остальные детали навороченные, они возникают в конце, и этот процесс хорошо итеративно скоится. И целостность некоторая, она присутствует. В общем-то модели бывают достаточно сложные, когда у нас есть взаимосвязанные документы, когда вот, как в данном случае, заказ исполняется не сам по себе, а отдельными требованиями на отгрузку, из которых на складе фиксируются упаковки товаров, и все это объединяется в упаковочный лист, описывающий, как оно едет в машине. Вот. И вот едет. Соответственно, все эти документы имеют свои диаграммы состояний, нарисованные тут вот на единой диаграмме, где добавлен относительно стандарта вот этот самый элемент плавающих дорог. уже. Вот. Это не диаграмма деятельности. Это состояние. И отражается в учете. Вот. Связи между этим делом, но они тут тоже показаны, но их на диаграмме нет. Это мы просто... Зато тут есть световые выделения, которые, естественно, в реальной документации эти диаграммы... тут фрагменты. Эти диаграммы раздельно появляются, но цветовые выделения, они показывают их связь, ну, помогают. И вообще, вот, я, собственно, уже говорил, но это важно. Использование цветовых выделений, использование толщин линий против визуальных элементов, которые позволяют концентрировать внимание на определенных участках диаграммы, например, выполняя, выделяя основной путь исполнить документы оборота, или группируют однородные элементы, или связывают элементы на разных диаграммах. Это все мощные инструменты, от них не надо отказываться. Тем более, что сейчас вот использование цветов не проблема. Все-таки с документами работают, уже редко работают в бумажном виде, работают в электронном, в электронном цвета видны, а даже если работают в бумажном, цветные принтеры недороги. Поэтому вот используйте. Конечно, эталонные диаграммы, они вот пока черно-белые. Пока только Archimade стандарт, он ввел цвет в качестве элемента раскраски диаграмм, элемента нотации. А в неформальном использовании он очень хорош. Итак, заключение, собственно. Что я хотел всем этим сказать? Потому что, может, я... Значит, я хотел сказать три вещи. Первое это о том, что это будет итеративная архитектура. Она возможна. Она, если ее должным образом делать, она остается цельной. Ее можно хорошо разрабатывать. Это все можно делать с помощью модели предметной области. Архитектуры на основе модели. Вернее. Второе, что для понимания нужны образы. Об этом вчера много говорил Макс Гаконов в своем докладе. Визуальный образ сильно облегчает понимание, вербализирует. И вот потратить время и силы, чтобы эти образы найти, это да. Но это задача, которая, безусловно, окупается. А еще все начинается с доски. А на самом деле, вот все диаграммы, которые вы видели, и мы, когда работаем в основном, мы работаем над архитектурой коллективно, и вот используем доски, на которых эти самые прототипы диаграмм появляются в том или ином виде. Вот. И более того, на них легко стирать, рисовать заново. Есть проблема, да, если вот сегодня собрались, нарисовали, когда пришли через неделю с доски уже все стерли. Но если диаграммы небольшие, то есть, на самом деле, даже вот эту вот диаграмму мы воспроизводили в момент рисования, ну, вот, несколько раз, это не сложно. Когда ты набиваешь руку, то ты рисуешь их почти одним розчерком. Ну, не совсем, но быстро. То есть, человек, он быстро пишет, он быстро рисует на самом деле, если не заботится о красоте. А когда он, ну, делает это в дискуссии, то он заботится о смысле и не заморачивается, что некрасиво. Вот. Кстати, интересно, что это вот стиль презентации. Если вы помните презентацию, вот, смотрели презентации Книберга, у них вот там очень много вот таких рукописных образов. Так, какой замечательный хороший, это нормально. Более того, вот так нарисованные диаграммы, у всех есть мобильные телефоны, мы не держим специальных фотоаппаратов, мы снимаем на телефоны, и этого достаточно. Более того, во многих случаях это дальше прикладывается в баг трейдер и служит, в общем-то, заданием на разработку. вот. То есть далеко не все потом переносятся в такие сложные системы. Ну и последняя идея про понимание. Есть миф такой и родившийся о том, что разработчики надо тщательно изолировать от заказчиков, потому что они друг друга никогда не поймут. Это миф. Более того, разработчики, ну, они, если дать адекватное средство, то они достаточно хорошо друг друга понимают и могут свободно общаться. Нужно только одно. Нужно вернее два. Первый это единый язык. Система понятий, которую надо выявить и обоим объяснить, потому что уровень понимания у разработчиков нужен другой. Заказчики они работают каждый день с какими-то вещами и знают, а разработчики не знают. Зато они умеют хорошо понимать. В нынешнем информационном мире концепции, заложенные в C-sharp, намного сложнее концепции, заложенных в большинство бизнес-систем. Ну, они осваиваются и эффективно применяются. А второе, нужно уважение, взаимное. Что, вот, но разработчик должен понимать, что заказчик делает хорошее дело в своем бизнесе и вообще говоря платит деньги за то, чтобы этот бизнес автоматизировать. Вот. И, ну, надо уважать, а не считать, что он не понимает, чего хочет и хочет просто ищет разработчику, как бы ему десять раз переделать одно и то же, примерно как военный это самое. Пересилает кровати каждый день, достигая совершенства. Вот. С уважением и единым языком общение вполне успешно. У нас широко применяется. Собственно, все. что там со временем? Значит, к сожалению, времени на вопрос нет? Максим, скажите, а вот у вас в команде аналитики имеются выделенные люди, которые занимаются общением с обещанием? Значит, у нас команды смешанные и в них есть, ну, обычная стандартная команда примерно семь человек, вот, и обычно в ней есть люди, ну, разработчики, есть люди, которые выполняют роли и тестеров, и аналитиков одновременно. Причем это некоторые конвейеры, то есть они с одной стороны в общении с заказчиками выявляют там потребности и делают постановки, передают это разработчикам, а с другой стороны, наоборот, принимают разработчиков работу, тестируя, потом сдают ее заказчику. Вот, и это все происходит, ну, вот, внутри итерации или там сдача там в момент релизов, а соответственно, но при этом все общаются на едином языке, и разработчики знают бизнес-терминологию, и, ну, есть случаи, во-первых, общения, во-вторых, продукт-оунер часто из-за разработчиков, он у нас в команде, и он тоже общается с заказчиком, причем активно. В смысле? А какие объемы? Есть рефакторинг? Ну, вот, он есть. Он на самом деле, то есть, вот, по нашему опыту рефакторинга, связанного именно с неправильным проектированием, каким-то, с ошибками проектирования не так много, то есть, он вполне сравним с рефакторингом, возникающим просто, потому что, ну, сначала быстро зарелизили трафт-кода, а потом его причесали, или с рефакторингом, связанным с тем, что требования поплыли, изменились, вот, то есть, ну, вот, у нас это не проблема, поэтому мы не знаем, как с ней бороться. Вопрос немножко не в этом, не в рефакторинге, а в следующем. Вот, смотрите, декоративная разработка, значит, сегодня сделали одно, завтра частично переделали, чтобы добавить дополнительные конструкции. И как бы, тут переделка не в рефакторинге, не в чистом виде, да, она в том, что создали новую работу разработчик, что мы про переделки, связанных с пределкой. вот, ну, это новая работа, это тоже рефакторинг. Когда, ну, то есть, вот, есть класс, и выяснилось, что ему надо добавить атрибут, ну, в некотором смысле, это не переделка, да. Когда есть класс, выяснилось, что его надо поделить на два, да, это переделка, ну, вот, это, она такого же сорта, как рефакторинг не из-за постановок, а там, ну, внутренний. То есть, вот, Эванс в своей книге писал, что преимущество единого языка в том, что при общении разработчиков с заказчиком модель как бы обкатывается, то есть, происходит ее своеобразная валидация. Потому что, в принципе, есть аналоги с инженерными системами, к чему там работать? Да. Потому что модели валидируемы с помощью математики. Да, я вот, безусловно, согласен, и то, что модель валидирует заказчик, очень важно. Это как раз причина, по которой разработка архитектуры и разработка ПО от модели так эффективна. Мы при проектировании по постановкам получаем сразу обратную связь от заказчика. Он может поправить, он знает. И мы это делаем. Ну, то есть, это прямо на практике работает, не только. Да, это работает на практике. Вот эти промежуточные постановки, которые люди делают, ну, в итерации, они заказчику передаются, они им акцептуются, или не акцептуются, они им там правятся. Ну, он не все может увидеть, но, тем не менее, достаточно много видит. А там, с той стороны люди, если они в системе работают тоже года 3-4 и этим занимаются, то они осваивают. Да, вот время. Я, собственно, ...